Автобус с 11 красноярскими детьми попал в аварию на трассе в Новосибирской области. Чудом обошлось без жертв. По предварительной версии пассажирскую «Газель» в лоб протаранила «Иномарка». Мария Терехина с подробностями. Это видео было сделано на трассе в Новосибирской области буквально через несколько минут после страшной аварии. В кювете перевернутая «Газель». Именно в ней ехали 11 красноярских спортсменов и два тренера на Кубок Сибири по плаванию в Барнаул. По предварительной версии в 8.30 утра «Иномарка» выехала на встречную полосу и протаранила микроавтобус. В общей сложности в страшном ДТП пострадали 18 человек. 12 из них дети. Все они были доставлены в местную больницу. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии, но состояние не критическое. Оба ребенка доставлены в реанимацию, находятся под постоянным нагрудением врачей. И в данный момент у нас постоянный мониторинг Минздрава Российской Федерации. В случае необходимости нам будет оказана дополнительная медицинская помощь. Состояние остальных детей врачи оценивают как стабильное. Они получили различные травмы – ушибы, сотрясения, переломы конечностей. Сейчас в санавиации принимают решение о транспортировке ребят в краевую больницу. Министерство здравоохранения занимается плотно с коллегами. Министерство чрезвычайных ситуаций разговаривал сейчас с генералом Вершининым. То есть по своей линии, если необходима будет транспортировка из районной больницы в Новосибирскую центральную больницу, либо в Красноярск, эти решения будут обязательно приняты. Для многих ребят Кубок Сибири был первым крупным стартом в пока еще не продолжительной карьере. Спортсменам, которые попали в аварию от 11 до 16 лет. Все они тренировались вот здесь, в дворце водного спорта. Только вот дирекция учреждения сейчас не очень охотно идет на контакт. Переживаю очень. Мало того, сижу на телефоне, у меня звонков больше, чем где-либо идет на сегодняшний день. Мне сейчас звонят оттуда, значит, прямо где наши люди находятся, спрашивают меня. А я что могу сказать-то, если я ничего не знаю? Прежде всего, родители и коллег волнуют, почему детям пришлось добираться из Новосибирска до Барнаула чуть ли не на первые попавшиеся газели. ГИБДД заявили, водителя микроавтобуса уже не раз штрафовали за превышение скорости. Сейчас дается по поручению губернатора на утреннем аппаратном совещании, дается оценка всей цепочки, каким образом группа детей, спортсменов оказалась перед необходимостью спонтанно выбирать транспорт для передвижения от железнодорожного вокзала Новосибирск, главный, до Барнаула. Для родственников пострадавших работает горячая линия. Номер телефона вы сейчас видите на экране. Мария Терехина, Валерий Чащин, 7 канал.